всем привет друзья вы на канале в крым любой ценой и сегодня мы нашей большой семьей едем в одно интересное место это парк в учку и в ки погуляем первый раз там будем и вам покажем не отключайтесь поехали приехали в учковку и первое что хочется отметить что рядом с парком есть очень классная и новая парковка но я так думаю что он достаточно новая спокойно свободно припарковались хотя сегодня выходной день думаю что конечно в сезон она достаточно забита и наверное мест нету ну вот по крайней мере мне сезон сегодня седьмое ноября суббота вполне можно припарковаться дети уже в восторге и в предвкушении новых площадок и новых знакомств на входе в парк вот такая классная инсталляция с качелями не напоминает когда мы ездили в москву там у некоторых станций метро есть вот такие тоже зоны отдыха с качельками тоже деревянные конструкции очень интересные мне очень понравилось и сама как ребенок радовалась и качалась ань как тебе качели здесь находится верстовой столб или наверное екатерининская милия или как это называется правильно не помню говорил или нет парк обустроили в прошлом году естественно он было раньше но вот такая реконструкция произошла именно в прошлом году что классно очень много разных скамеечек фурн хорошая плиточка сделано на дорожках прям очень приятно идти и ехать дети катаются на самокате вот я думаю что вечером тоже неплохо освещается потому что много фонарей и что самое самое интересное так то что очень много классных интересных площадок что дети уже увидели одну вторую готовы уже на каждую бежать вот уже и след простым они уже вон там сейчас мы подойдем посмотрим такая классная башня вспоминает по своей структуре днк наверно да вот такая штука классно напоминающая структура днк там что-то фантастическое самом деле очень классно что сейчас в принципе строят такие новые площадки которые ему позволяют все таки детям развиваться физически потому что с учетом сейчас количество современных гаджетов дети только сидят зависают мультики выиграв телефона и такие парки они позволяют все таки детям развиваться физически лазать прыгать здесь например такая классная штука есть на которой можно так покачаться что этот тренажер для чего нужен то вообще трудно тренировать того что нет а у сени лучше всех получается лучше чем у меня давай 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 это было падение молодец ну вот мы дошли до еще одной площадке одна другой краще смотрите какое сверху сделано оформление наверное летом не так здесь под ними печет и очень ярко и красиво катайся не хочу резиновое покрытие ползай веселись наверняка сезон как уже оля говорила здесь не протолкнулся оно и хорошо что есть где куда приехать и отдохнуть с книжкой сюда приди и отдыхать а он там дальше в той стороне уже и море вниз можно на море погулять покупаться вернуться еще здесь покатать в общем занятие на целый день это что за боксерская груша давать пас потрогаем и даже не знаю что это такое это видимо препятствия с этой стороны перепрыгнуть в ту сторону вау были бы в мое детство такие площадки я с них не вылазил я про что я говорил если такие качели были в наше детство мы с них точно не убегали забыли бы попросить все наши дворовые истории ползни по гаражам от тусовались бы только на них все эти нравится карусель классно только один человек жаждет приключения то не хочет посмотреть каждую скамейки на протяжении вокруг всей площадке она можно сказать огромная скамейка можно свободно рассесться еще одна крутая горка или тревоги ну а тут целый скалодром посмотрите турнички размяться и поползать позабираться вверх по специальным выступам ну-ка ну-ка посмотрим поближе ну это вот реально разовьет ваших детках цепкость рук класс а тут что мы видим просто красоте многоуровневая многоуровневая площадка можно по пенечкам попрыгать по болотцу а можно поползать по вот так вот горки начать у меня сверху флюгер видите от ветра пусть а там глубже еще еще интереснее молодец давай погнал давай давай катаемся крепко сейчас меня укачает и круто сильней ухода скорость классно что не уже качала когда видели такую качель я нет ну это что-то с чем-то какой-то цирку сумасшедший а это уже очередь желающих прокатиться на это чудо карусели ань как ощущение ань как ощущение необычная карусель я бы сама на такой покаталась если честно ухты ты готова и начали сковорода такая можно жарить деток вредных голландия новая честно а тут как похоже на квантовую дыру ползешь ты ползешь по сеточке и вниз буль-буль-буль-буль арсене давай только ногами вперед хорошо хорошо сень как ты скалодром такой классно да отлично получается ты молодец ну да тут нужно смотреть молодец нижняя площадка с событийными местами музыканты иногда играют тут есть павильончик для стритфуд я думаю здесь в летнее время кафе и естественно что самое важное сан узел многим людям он понадобится также на в каждом входе и выходе организованы синие кабинки на сами понимаете для чего они необходимы спарк отличный потому что сейчас ноябрь достаточно зелень травка зеленая вечно зеленые растения и на удивление много народу что здесь что есть творится летом я не представляю также на этой площадке на этом в этом парке есть места для пикников приехать летом посидеть по отдыхать как раз и вон и там далее эх морюшка волнуется как она успокаивает а волна белый песок классно а это черное море поселок учкуевка вне сезон ноябрь народу нет а море все так же тянет к нему подойти покунуть ножки так это классно как она классно шумит а мы погуляли немного по парку и спустились морю море сегодня волнуется цвет несмотря на тучи такой красивый бирюзовый волны солнышко жалко что нас сегодня не порадовало такое умиротворение успокоение когда спускаешься к морю видишь эту красоту нам тут товарищ присоединился рыжий пес заинтересовался что его кости снимает а дети занимаются кто чем очень классно здесь летом конечно песок мягкий мы приезжали сюда купаться несколько лет назад сезон здесь конечно очень много людей здесь мест просто не не перестаешь удивляться наслаждаться красотой море все что здесь очень здорово это то что здесь нет волнорезов и тот же например парк победы и набережная с волнорезами она не так радует глаз как открытое море как здесь да хотелось бы отметить что здесь темнеет быстро только ты дошел до моря только ты покушал и вот солнце уже завалилась за море и на улице темень а в парке появляется другой антураж сожглись фонарики тропинки опустили и приятно тихо прогуливаться и наслаждаться вечерней тишиной класс вечерный парк конечно радует не меньше чем дневной дорожки становятся священными и интересными побуждается ночная живность всякие ночные бабочки вот и наступил вечер уже стемнело и мы наконец-то вернулись машины на самом деле прогуляв здесь полдня мы даже не все успели посетить не все посмотреть дети вам даже раскапризничались расстроились что мы не везде накатали столько сколько им хотелось так что если едете в парк пучковки планируйте целый день прям с утра приехать и вечером отсюда уехать потому что дети захотят покататься на всех качелях на всех площадках попрыгать и покататься еще на самокатах если вы их собой берете за уши не оттянешь это точно что могу сказать что я осталась под впечатлением что у нас в россии вообще есть подобные площадки просмотрев до поездки разные видео с этим парком я уже понимала что здесь современная классная площадка и современный классный парк что могу сказать что этот парк оправдал мои ожидания все нам всем понравилось и мы обязательно приедем сюда еще и вы приезжайте это как это скалодрог и там надо было ползать ползать я быстро все не тебе понравилось они тебе понравилось а почему будет повод следующий раз приехали а так понравилось